Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив. Ансамбль Троицы Знаменской церкви в Лежневе – гордость всего поселка. Особенно хорошо видна издалека 76-метровая колокольня, одна из самых высоких в регионе. Белокаменная красавица – памятник победы народа над Наполеоном. Была возведена в 1823 году. Средство выдел владелец местной фабрики Кокушкин. Это был период расцвета классицизма. То есть колокольня оформлена в таком традиционном классическом духе, многоярусная. Автором колокольни, как выяснилось, был ухитектор Говуденцова Моричелли, итальянец, который приехал в наш регион из швейцарского города Тоскана. Правда, он спроектировал только колокольню, строили уже местные авторы. К сожалению, в настоящее время облик колокольни оставляет желать лучшего. Отсыпается краска, отслаивается штукатурка. На первом ярусе даже пришлось установить сетки-уловки, чтобы обломки не падали на головы прохожих. По итогам обследования фундамента проектировщики внесли свои предложения. Но их отклонили, так как эксперты сделали определенные замечания. Проектировщикам предлагались решения, которые бы, с нашей точки зрения, несколько изменили восприятие цокольной части колокольни. Поэтому было принято решение отказаться от ряда решений. Но в целом будет решен вопрос по межэтажным перекрытиям. Они будут не то чтобы усилены, они просто будут сделаны новые, чтобы можно было посещать эту колокольню, в том числе и туристам. Многих жителей поселка Лежнево волнует вопрос, не дает ли колокольня крен. При взгляде на белокаменную красавицу с определенного ракурса это ощущение усиливается. Я неоднократно уже говорил, что и многие люди это видят, и меня постоянно спрашивают, а правда ли колокольня наклонилась. И это видно, реально видно, что она наклонена. Это наша местная пизанская башня. Это, конечно, с одной стороны замечательно, с другой стороны грустно. Потому что, ну если дальше так будет продолжаться, то мы можем стать свидетелями просто катастрофы. В областном департаменте культуры этих опасений не разделяют. Проект реставрации фасада «Колокольня» готов и прошел историко-культурную экспертизу. Департаментам уже принято решение о согласовании. На ремонтные работы потребуется чуть менее 10 миллионов рублей. Денег этих пока нет. Но надежда на их выделение с федерального бюджета не угасает. Сложно пока по деньгам. Мы, конечно, совместно с епархией все необходимые документы представили Министерству культуры. И предварительно нам сказали «да». Но пока сегодня в организационно-финансовом плане мы этого объекта не видим. Есть некоторые опасения. Но вместе с тем и обращу внимание на то, что вот в этом году у нас было заявлено 40 миллионов рублей. И вот высвободились средства ФЦП. И нам дали немного немало еще 57 миллионов на реставрацию. Надеемся, что в общем в следующем году удастся нам хотя бы начать. Часы для колокольни Лежневский фабрикант Кокушкин приобрел в Москве. Обращенные на четыре стороны света циферблаты, почти два метра в диаметре каждый, и часовой механизм с курантами были изготовлены братьями Бутынов в 1858 году. Об этом гласила надпись на механизме. Но металлическая табличка исчезла без следа около семи лет назад. Это была знаменитая фирма, которая изготавливала башенные часы, в том числе и для Спасской башни Московского Кремля. Ну и, кстати, у нас в Иванове тоже были часы той же фирмы, братьев Бутынов, но обстояли на колокольне на площади революции, которая, к сожалению, была уничтожена. Вот они сейчас и сохранились. Сейчас из четырех циферблатов в рабочем состоянии находятся три. Раз в неделю стрелки нужно подводить, чтобы часы с курантами отбивали точное время. Часы исправно работают, благодаря стараниям мастеров отца и сына Юрия и Михаила Чудовых. Однако циферблаты, как и сама колокольня, требуют реставрации. Когда мы выдавали задание на проектирование, мы обозначали этот момент, но действительно совершенно справедливо проектировщикам было принято решение о том, что реставрация часов – это отдельная будет работа. Они знают об этом, но все-таки принято было решение, что сначала мы завершим все работы по колокольне, я имею в виду процесс восстановления реставрации, и потом уже вторым этапом будем заниматься часами. Идей много, как сделать колокольню краше и заметнее. Например, организовать видеотрансляцию панорамы самого высокого верхнего яруса и подсветить циферблаты. В темное время суток часов совершенно не видно. Сколько времени? Ну, понятно, что у всех есть гаджеты, у всех есть часы. Можно посмотреть, но все-таки ее не зря строили, не зря строили именно с часовой механизм, поэтому мы должны все-таки сделать все для того, чтобы эти часы использовались по назначению, чтобы люди смотрели на них и сверяли по ним свои часы и свою жизнь. Рядом с колокольней стоит церковь Рождества Христова и Казанский храм. Еще лет пять назад надежды на восстановление памятников не было никакой. Сейчас реставрация пусть небольшими темпами, но ведется. Решение о восстановлении храмов принял епископ Никон Шуйский и Тейковский. Работы начались в конце 2012 года. Из Казанского храма мы вывезли около, наверное, пяти камазов, только всякого мусора. Там были перекрытия, там же был склад в Казанском храме. И мы это все вычищали. Причем так получилось, что владыка богословел, чтобы на Пасху вот этого года, 2014 года, мы уже заслужили первую службу. И самые ударные месяцы, это были февраль, март, холод был страшный. Ну, с группой единомышленников, у нас было там то четыре, то пять человек, вот мы героически это все преодолели. Первая за 83 года служба в Казанском храме состоялась 20 апреля. Теперь руки дошли и до Рождественского храма, самого старого и самого большого в Лежневе. Здесь на протяжении 20 лет служил настоятельным священномученик Владимир Лежневский, который ныне причислен к лику святых. До конца года планируется отремонтировать крышу и законсервировать Рождественский храм. Средств на восстановление не хватает. Есть, конечно, люди, которые радеют за эти храмы, которые переживают, но их очень мало. Если взять население 8 тысяч человек в поселке, то этих людей человек 70, может быть, наберется, которые реально и копеечкой, и руками, и, ну, главное, своей молитвой помогают в восстановлении этих храмов. У прихода Рождества Христова есть и свой расчетный счет, но за полтора года туда почти ничего не поступало. Предприниматели не помогают, ссылаясь на кризис, высокие налоги и кредиты. До наших дней сохранилось немногое, и теперь в эти памятники нужно вдохнуть новую жизнь. Но сделать это можно только сообща. Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив.